Вы интересуетесь историей? Вам интересны великие открытия всего человечества? Вам нужно напомнить о том, что вы знали ранее? Тогда оставайтесь с нами, эта передача специально для вас. Здравствуйте, в эфире ТВ Мэтищи, неделя открытий. Сегодня вы узнаете о золотых россыпях Австралии, Бразилии и России. Ими изобретатели тюбика зубной пасты, кто был первым писателем, получившим звание доктора гражданского права, когда вышел первый номер журнала «Комсомольской правды». Какой советский мультик признан лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов? В конце передачи вы познакомитесь с живописью известного советского художника-графика Владимира Васильевича Лебедя с первой публичной библиотекой в России и Мэтищинского района. Кто бы мог подумать, что страна, небогатая природными ресурсами, может оказаться кладом сокровищ. 21 мая 1851 года газета Sydney Morning Gerald обнародовала главную новость. В Австралии найдены золотые россыпи. Это была настоящая находка. Конечно, об этом богатстве было известно и ранее. В 30-е годы 19 века польский путешественник обнаружил те самые золотые россыпи. Но английский губернатор решил оставить все в тайне. На тот момент Австралия была колонией Англии, служившая место для ссылки. По его мнению, это могло вызвать ненужные беспорядки среди каторжников. Именно с этого момента началась золотая лихорадка в Австралии. А самая первая и массовая золотая лихорадка началась в Бразилии в 1690 году. Золото добывали индейцы, европейцы и просто искатели переключений, которые хотели разблокотеть. После того, как они начали продавать найденное золото, весть о его местонахождении распространялась. Оно находилось буквально под ногами. Местные, а затем и приезжие начали заниматься добычей золота. В Российской империи в 1812 году найденное золото считалось собственностью добытчика, но он должен был выплачивать подость в царскую казну. В 19 веке большие запасы желтого металла обнаружил житель Томской губернии Егор Лесной. Желтый металл находили на территории нынешнего Красноярского края в тайге вдоль Енисея, на Урале, в горном Алтае и Забайкалье, в бассейне Сибирской реки Лены. Друзья, вы обязаны знать имя доктора Вашингтона Шелфида. Этот человек изобрел зубную пасту, а 22 мая 1876 года придумал прообраз современного тюбика для зубной пасты. Доктор Шелфида и предположить не мог, что небольшая лаборатория, находившаяся рядом с домом, может стать началом большой компании. Но не будем забывать и о Древнем Египте. 3000 лет назад до нашей эры в одном из найденных манускриптов был описан рецепт некого средства для ухода и лечения зубов. Древние греки тоже не отставали. Они усовершенствовали средства по уходу за полостью рта. Для поддержания свежести дыхания рекомендовалось пить козье молоко. Также свой вклад по совершенствованию зубной пасты внесли персы. Они предлагали применять порошок из оленевого рога, размельченных раковин и улиток и моллюсков. В Российской империи Петр I велел боярам чистить зубы толченым мелом и влажной тряпочкой. Среди простых крестьян был совсем иной метод для очистки зубов, после которого зубы были ослепительно белыми. Итак, раскрываю секрет. Раньше для отбеливания зубов использовались угли из березовой древесины. Вот только полоскать полость рта приходилось тщательно. Тебе случалось в роще темной, в траве весенней молодой найти цветок простой и скромный. Он ждал тебя в траве расистой и одиноко расцветал. И для тебя свой запах чистый, свой первый запах сберегал. Эти строки принадлежат Ивану Тургеневу. 23 мая 1879 года он стал первым в мире писателем, получившим звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. 24 мая 1925 года тиражом 31 тысячу экземпляров вышел первый номер газеты «Комсомольской правды». Она была ориентирована на молодую часть аудитории, печатались научно-познавательные статьи, произведения, стихотворения молодых советских писателей и поэтов. 4 года в штате газеты работал Маяковский. Он сочинял заголовки к карикатурам. Печатались более 87 его стихотворения, а также отчерки Аркадия Гайдая, главных романов Александра Фадеева «Молодая гвардия». Во время Великой Отечественной войны публиковались военные фронтовые сводки и письма. В 1945 году газета получила орден Великой Отечественной войны первой степени. 25 мая 2003 года в Токио учредители мультипликационного фестиваля «Лапута» обратились к 140 мультипликаторам и кинокритикам, чтобы те определили 20 лучших фильмов. После вердикта профессионалов организаторы объявили мультфильм Юлия Норштейна «Ежик в тумане» лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов. «Ежик в тумане» выпущен в студии «Союзмультфильм» в 1975 году. Через год на Птесоюзном фестивале мультипликационных фильмов он получает свои первые призы. 26 мая 1891 года родился русский советский живописец, график, народный художник РСФСР Владимир Васильевич Лебедев. С 1912 года учился в художественной школе, затем стал преподавать в Петроградских художественных мастерских. Владимир Васильевич создавал политические карикатуры на большевиков, работал книжным графиком, первые рисунки появились в издательстве «Радуга». В 1924 году возглавил художественную редакцию детского отдела «Гасиздата». После этого он посвятил жизнь работе в качестве художника детской книги. Работа в издательстве не мешала ему создавать выдающиеся живописные работы. Друзья, предлагаю познакомиться с некоторыми из них. По указу первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина 27 мая объявлен Днем Библиотек. Дата выбрана не случайно. 27 мая 1795 года императрица Екатерина II одобрила проект постройки будущей публичной императорской библиотеки, представленной известным архитектором Егором Соколовым. По замыслу императрицы библиотекой должны были пользоваться люди разных сословий. Екатерина II лично контролировала постройку здания и принимала участие в сборе книг. Открытие библиотеки состоялось 14 января 1814 года. В Мытищах первая земская библиотека открылась в 1907 году. Ее основала Латухина Мария, которая стала первой заведующей. Библиотека находилась в небольшом частном домике. Взимались деньги за пользование читальным залом и показ спектаклей. Все полученные средства уходили на благоустройство библиотеки. В настоящее время в Мытищинском районе и насчитывается 26 муниципальных библиотек. Они вносят большой вклад в культуру Мытищинского района. Центральная библиотека проводит встречи с различными писателями и поэтами. Для школьников организуют встречи, рассказывают историю Мытищинского края. Также существует клуб для пенсионеров «Золотой возраст», где можно посидеть в уютной атмосфере за чашечкой вкусного чая, в кругу интересных людей и интересных бесед. Наша передача подошла к концу, но впереди множество других знаменательных дат. Встретимся ровно через неделю на телеканале ТВ Мытищинского района. До новых встреч!